ребят лично мне абсолютно по барабану какой iphone он ей купил двенадцатый тринадцатый или вообще samsung или huawei не абсолютно не интересно это но судя из ситуации это что у них сгорел дом и люди собирали донат и для того чтобы помочь их семье то это слушайте уже никак не входит ни в какие рамки всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят поговорим мы с вами о канале виталики ангелина и обсудим очередной видеоролик про покупку iphone 13 для ангелина вы давно меня просили олену когда будет обзор на канал виталики ангелина я-то в общем и раньше не так часто делала обзор ну потому что я говорила что мы не этот канал не особо прям такой интересный ну первое у меня разница с ребятами в возрасте ну и я не люблю вранье не люблю фальшь и вот это вот бесконечно мусолить эту детскую тему не особо хочется но здесь я смотрю что опять начинается на канале жаришка и я решила высказать лично свое мнение относительно того что у них там новая дорогая покупка я не знаю что у них там раньше происходило потому что я как-то немного отошла от их темы хотя еще не так давно видела ангелины посты в инстаграме о том что нужна помощь сгорел дом номер карты и знаете вот хоть и писали мне много комментариев относительно того что вот там с обвинениями это сами 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 но вот знаете все равно мне не хочется верить в то что сами как бы я к ним не относилась но я скажу одно что лично я врагу не пожелаю ну такой потери какая у них произошла то есть это потерять дом потерять имущество и я просто об этом задумываюсь и думаю ну не может такого быть хотя вот это вот вся странность поведения их тоже как-то настораживает потому что у меня есть знакомые люди которых сгорел дом и психологически они не могли даже восстановиться в течение полугода и у этой семьи что уже что у жены у них постоянно были глаза на мокром месте от ну скажем так вот расстройство от того что потеряли дом потеряли все что нажили и в общем это действительно вот потеря и они ее переживали а здесь буквально на следующий день уже в новом видеоролике не было ни одного следа той печали тех расстройств о сгоревшем доме но знаете тут еще можно говорить что все люди разные кто-то переживает кто-то нет кому-то по барабану и для кого-то это так как шик воздух ну не знаю и тут в общем такое громкое название что питали купил ангелине iphone 13 и столько негативных комментариев я прочитал что если честно я и сама не ожидала что столько будет негатива ну хотя виталик на канале не чистит комментарии там постоянно у них негатив что стороны ангелины что в сторону виталика и он видимо правильно делает что не чистит он поднимает рейтинг своего канала просмотры растут деньги капают пишите что хотите а я буду зарабатывать ну у него видимо вот такая тактика развития канала поднятия канала о том что он купил iphone скажу сразу что мне как-то по барабану вот честное слово 12 13 я помню как они ей покупали что ли 11 и сколько это было психов слез нервов когда она постоянно намекала на этот айфон виталик не хотел покупать сейчас все это так свободно или налегке было куплено и якобы что свой айфон она отдала гульнари который у нее был и теперь у нее новый и я все понимаю но зарабатываешь там что там у тебя просмотр револон реклама там ну как-то ну вот по барабану купил и купил но не в такой ситуации как сейчас у них сгорел дом друзья каналы с которыми дружат на симулины на стриме собирали деньги в поддержку виталика ангелины отправляли эти деньги был выставлен номер карты на помощь то что вот виталик говорит что вот он там не просил не умолял на колени не падал ну да такое такого я не помню чтоб прямо умолял но согласитесь что если кто-то может может перевести деньги а в инстаграме ангелины висели просьбы и не одна просьба то бишь люди которые имеют сердце внутри совесть сочувствовали деньги переводили и даже при всем том что виталик говорит что вот эти деньги все на месте за них ничего никто не покупал послушайте у вас проблема у вас сгорел дом у вас сборы на новый дом на ремонт на покупку там на съем жилья или там на что ну в общем на проблемы жилищные а вы тратите сумасшедшие деньги на промакс 13 ну согласитесь что никто вас за это по головке не погладит потому что выглядит это фу как и я с этим полностью согласна не будь у вас проблем и и не случился бы у вас пожар впрочем за который перед переживали посторонние люди совершенно посторонние которые вас не знают просто ваши зрители ваши подписчики писали переживали некоторые говорили что просто плакали писали в комментариях что такое случилось вы на второй день вели себя как будто абсолютно ничего не произошло и вот так вот деньги на право и налево и неужели вы думаете что вас кто-то в этом поддержит и похвалит какой молодец виталик купил ангелине телефон если раньше вот покупал когда 11 ну купил и купил хотя я на месте виталика лучше бы купила побольше книг даже какой-то простой художественной литературы ну чтобы ангелина читала подольше побольше развивала речь мышление это ну скажем так гораздо полезнее чем iphone 13 это мое личное мнение никому не навязываю и да хотела еще отметить и затронуть одну тему сразу скажу что кроме видео ролик о покупке айфона я не просматривала старые там где-то мельком на скорости что там у них происходило знаю что что-то там мастерил что-то ремонтировал у бабушки ну и некоторые писали даже комментарии что вот бабушка такая вот стала людей там как бы обзывать которые пишут видимо одну что-то негативное да но как по мне виталик сам подливает жар в огонь и он высказывает что вот там такое пишут и бабушка поэтому не понимаю ничего зачем пишут чего пишут естественно злится и тут я ни в коем образе не хочу ничего не сказать про бабушку бабушка искренне любит своих внуков она очень добрая она искренняя и она не жадная и такое чувство что она готова обогреть и накормить всех своих родных и посмотрела я недавно но не недавно 10 минут назад одного интересного обзорщика который в своем обзоре сообщил что виталик с ангелиной собрались ехать вернее не собрались а уже чуть ли не находятся в казахстане я не буду говорить что я верю в это пока я не увижу это в видеоролике у виталика и ангелин но какая-то и правда получается странная их позиция странный выбор почему казахстан это другое собственно государство и почему не другой какой-нибудь город россии то они там где-то в ростове что-то собирались покупать ангелина говорила все устраивает все круто все классно а тут резко такие перемены к чему бы это и чтобы это значило но пока я просто посмотрела и я не могу доверять этому источнику ну по той причине что сейчас много ходит разных сказок и выдумал поэтому я просто буду наблюдать за ситуацией на канале виталик и ангелина и действительно ли этот переезд состоится или состоялся и что у них будет дальше странно конечно но все возможно ребята они конечно непредсказуемые и ожидать от них можно все что угодно в общем ребят я буду заканчивать напишите что думаете вы по этому поводу про покупку айфона и про этот переезд якобы состоявшийся хотя я не буду говорить что это точная какая-то информация это лишь то что я увидела посмотрела в интернете краем уха услышала в общем жду ваших комментариев жду вашего мнения ну и как всегда каждому из вас прекрасного настроения позитивных эмоций любви добра понимания ну и конечно же здоровья берегите себя и своих близких а я вас обнимаю всем пока